Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Мы за эфиром уже начали разговор с Еленой Шмулевич, главным редактором информационно-аналитических программ телеканала «Рын Киров». Лена, добрый день. Добрый день. Я для всех, кто нас слушает, скажу, что нас можно ещё и смотреть. Есть онлайн-трансляция на сайте eho.kirova.ru, либо можно писать вопросы мне в Твиттер. По ходу программы мы постараемся читать, озвучивать вопросы нашей гости. Но не отвечайте. Почему? На самые лучшие вопросы. Да, старайтесь. Стараемся всё-таки отвечать, конечно. Лена, я так думаю, что ты за последние два дня, как и мы все, очень много прочитала про отмену рейсов «Победы». Как часто ты летаешь? Ну, я летаю очень часто. Очень, прям очень часто. Какие твои эмоции по поводу возможной отмены рейсов? Это, конечно, печальная история. Да, мы понимаем, что, наверное, правда есть у обеих сторон. То есть, как я понимаю, со стороны «Победы» это выглядит как небольшой шантаж по поводу того, чтобы там народ возмутился и, наверное, как-то всё-таки сохранить скидки и льготы, которые имела компания. Но, с другой стороны, мы понимаем, что благодаря этим, в том числе этим скидкам и льготам, кировчане и льготы очень дёшево. Вот здесь, знаешь, что ключевое? Очень смешная ситуация. На самом деле, не смешная, но... Это тот смех, который сквозь слёзы? Да, довольно как-то нелепо выглядят чиновники, которые нам начинают рассказывать, что ничего страшного, ну и без «Победы» мы улетим. У нас же есть «Саратовские авиалинии», у нас же есть «Руслайн». Я уж сейчас не говорю о том, что «Руслайн» и «Саратовские авиалинии» в два-три раза дороже, чем «Победа». А мне кажется, что просто чиновники за свои деньги билеты не покупают. Разумеется. То есть им всё равно, но... Поэтому им всё равно. Нет, ну, не надо думать, что они совсем уж прям там настолько... Ну, хотя, может быть, далеки от народа, да? Нет, вопрос не в этом. Наверное, для них не имеет значения цена. Но я вас уверяю, что для всех имеет значение расписание. То есть если мы посмотрим на сегодняшний день на то, что... Вот давайте так. Вот простая математика, а-ля арифметика, я не знаю, там, за первый класс. 3 500 на сегодняшний день стоит самый дешёвый билет у «Саратовских авиалиний». Это промо. То есть эти билеты, их ограниченное количество, они заканчиваются. Я думаю, что это промо связано с тем, что они как-то должны конкурировать с «Победой». Завтра, когда они не должны будут конкурировать с «Победой», средняя стоимость билета будет, как и сейчас, 5 000. У «Руслайна» он ещё чуть дороже. Это в один конец. То есть там, где мы туда-обратно на «Победе» могли слетать за 3 000, здесь мы полетим за 10 000. Это минимум, но вопрос не в том. Обратите внимание на рейсы. В 8.50 рейс отправляется из Москвы. То есть это рейсы, которые сделаны для москвичей. То есть давайте тогда не будем говорить, что у кировчан есть возможность летать в Москву. Давайте скажем о том, что правительство Москвы позаботилось о том, чтобы москвичи могли улететь в северный город Киров. Так, как им удобно. То есть, да, вот, ну... Ну, да, логично. В 8.50 ты улетаешь из Москвы, в 10 ты в Кирове делаешь какие-то дела. Если ты, вот, как ты раньше, да, хотела там съездить на день... Одни днём слетать в Москву. Да, днём абсолютно все это делают. Сейчас у тебя это не получится. То есть ты приплюсуй к цене билетов, которые станут в 3-4 раза дороже, приплюсуй цену гостиницы, там, ну, какого-то времяпровождения, естественно, да. Но однозначно, что те, у кого там нет выбора, или те, кто ненавидит поезда, я вот их сильно недолюбливаю, например. Мне жалко этого времени проведённого, непонятно где вообще. Они, наверное, будут как-то приспосабливаться и летать. Но надо ведь подумать о тысячах студентов, там, молодых людей, пожилых людей, у которых нет лишних денег, но которые имели возможность повидаться с детьми и слетать в Москву, вот эта вся армия людей, она не полетит. Ещё не полетят те, кто на сегодняшний день, вот, кого устраивало именно расписание рейсов. Они также не полетят. То есть эти-то рейсы-то, они вообще, в принципе-то, не сильно нужны кому-то, на мой взгляд. Ну вот по ощущениям. Я не знаю, там, какая заполнеемость на рейсах Руслайна и Саратовских авиалиний, поэтому, может быть, огульно говорить неправильно. Но, однако же, я склоняюсь к тому, что расписание дико неудобное. Ну и, в общем, это неправильно. Лен, скажи, пожалуйста, а как ты оцениваешь поведение кировских чиновников? Потому что соглашение между Победой и Кировским правительством закончилось, там, 31 декабря 2016 года. И сейчас, пока не разразился скандал, пока люди не начали заходить на сайт Победы и понимать, что на февраль мы не можем забронировать билеты, наверное, что-то не так. И тогда в правительстве срочно собрали совещание, сказали, ой-ой, с этим же надо что-то делать. То есть, почему это раньше все нельзя было? Ай, Оль, ну я не знаю, может быть, и раньше шли переговоры. То, что нам сказали ой-ой в эфир, это не история про то, что происходит на самом деле. То есть, я бы не стала так огульно говорить о том, что они были не в курсе, или они к этому не готовились. Возможно, эти переговоры велись там какое-то время. А возможно, действительно, ты права. И люди, которые не заключали этих договоров, не проследили за тем, что они очень приняли, что ты есть. Это новый директор. Который, видимо, не в курсе того, что у него существует договор с цельной компанией. Я не знаю, в курсе он не в курсе. Которые могут закончиться. Ты понимаешь, вот, могут закончиться они. Он, наверное, не знал. Может быть, не придал этому значения. Может быть, считал, что это будет пролонгировано. Но я тебе хочу сказать, что Победа вообще ведет себя очень жестко агрессивно, на самом деле. Вот, да. Как такой всякий хорошо развивающийся бизнес. Вот. И поэтому, возможно, здесь мы уже видели, в общем, такое поведение Победы в свое время. И они свое отвоевали. Победа на тот момент Никиты Белых, якобы, который договорился, была очень эфемерной, на мой взгляд. Потому что ни о чем он не договорился. Он продлил то расписание, которое всех устраивало, до мая. А затем они все равно забрали свои самолеты, которые им были нужны, судя по всему, для чартеров, для летних. И ушли на все лето. И оставили людей, в общем, без этих полетов. Я очень хорошо помню лето. Летать было невозможно, неудобно. Приходилось ездить поездами. Тогда как это самое такое вот летательное время, скажем так. То есть тебе все время куда-то надо. Поэтому, ну что, надо договариваться, я считаю. Другой вопрос. Нужно ли это правительству? Если они думают, что, переложив вот эти вот затраты, которые там, да, вырастут на полеты кировчан, они как-то себя освободят, то это не так. Они ничего не заработают. У меня нет экономики вот этого вопроса. Я надеюсь, что экономисты об этом думают. Вот смотри, на сайте газета.ру. Тут, конечно, без особого сравнения. Вот смотри. Руководство Победилово умалчивает о том, что стоимость обслуживания в соседних аэропортах региона на 60% ниже, чем в Кирове. Это комментарий представителя Победы. Обслуживание одного рейса Победы в Кирове стоит 190 тысяч рублей, включая НДС. По таким ценам мы летать не готовы. Почти 1 тысячу рублей за пассажира мы должны заплатить аэропорту, тогда как наши тарифы с учетом сборов начинаются с 999 рублей. Это комментарий Победы. Логика в комментариях Победы есть. Я не могу знать, не лукавит ли Победа по поводу тарифов. Мы не знаем, какие тарифы, но очевидно, что, во-первых, аэропорт Победилово, это, извините, не международный аэропорт с какими-то невозможными там сервисами и услугами, чтобы задирать цены. Хотя практика показывает, что именно такие аэропорты, именно такие предприятия, которые там на последнем вздыхании задирают цены для того, чтобы выжить. Но вообще надо просто лучше работать, надо лучше обслуживать пассажиров, надо лучше зарабатывать и так далее. Я представить себе не могу, сколько дала бы, например, платная парковка в районе аэропорта. Про нее говорят 2 или 3 года. Юля, что такое строительство парковки? Это же обхохотаться, она же там уже есть. То есть ее нужно оборудовать там этими билетными... Магбаумами, поставить там охрану. Ну и желательно, чтобы это все еще работало, понимаешь? Ну и сделать какую-то альтернативную там парковку бесплатную около аэропорта, потому что не все себе это могут позволить. И надо просто разделять людей. Кто-то готов подождать за воротами, да? И потом, ну как это обычно бывает, сколько-то минут парковки должны быть бесплатные. Но я тебе уверяю, что это там серьезное как бы... В общем, они не на том пытаются... Не то чтобы даже заработать, они вообще не пытаются такое чувство заработать. Они пытаются сэкономить где-то, да? Вот ничего не потратив, но при этом давайте сюда вот деньги. Я считаю, что вообще уход Победы, это прям такое какое-то позорное поражение, вот я считаю, техническое аэропорту Победилова. Вот по-честному сказать. Потому что лоукостеру нужны всем. В том числе для того, чтобы другие авиакомпании не задирали цены и давали возможность летать. Если вас не интересует там, по каким ценам летают пассажиры, то вас уж точно должно интересовать, чтобы у вас было достаточно большое количество пассажиров. Вот именно этим измеряется благополучие аэропорта, да? И, собственно, для этого и нужен его сервис. И ничего не попутали. А ты помнишь, несколько лет назад, когда аэропортом Победилова руководил еще Андрей Жданов, когда депутаты ОЗС выделяли деньги на Аэропорту Победилова. Я очень хорошо помню каждое завещание. Да, тогда была такая широкая общественная дискуссия, в том числе в нашем эфире. И вот я очень хорошо помню, что тогда представители правительства и представители аэропорта говорили, что, ребят, нам надо поднять людей на крыло. И вот та цифра, которая выведет аэропорт Победилова на окупаемость... 150 тысяч пассажиров в год или 170? Вот я помню цифру 170 либо 200. Но суть в том, что вчера мы запросили у Победилова данные по пассажиропотоку за 2016 год. 200 тысяч человек перевез аэропорт Победилова в 2016 году. Я думаю, что 90% это победа. Ну, около того. Вопрос в другом. Вот аэропорт подошел к этому порогу, когда люди полетели. Я сейчас найду... Юля, я еще раз напоминаю. Он подошел к этому порогу благодаря стоимости... Мы сейчас не говорим о качестве... Билетов Победы. Билетов для компании Победы. Да. С этим я согласна. Вот за 15-й год, для сравнения цифра, 124 тысячи пассажиров. За 15-й год и рост в 2016. Вот Победилова подошел к этому порогу окупаемости, когда, по идее, набирать бы обороты дальше и уже там по-человечески нормально работать, не ходя с протянутой рукой. И происходит вот эта ситуация с Победой. Ты не считаешь, что там правительство, которое до этого вложило кучу денег в аэропорт, кучу денег, должно сесть с чемоданами на самолет и полететь в Москву договариваться? Я считаю, что они должны договариваться. Не знаю, должны ли они сесть в самолет с чемоданами или сесть в поезд. Может быть, им больше нравится. Я не знаю. Но это не суть. Да. Но договариваться нужно. И я надеюсь, что в правительстве это понимают. По крайней мере, я знаю, что сегодня в 14.30, то есть буквально ровно через час, губернатор собирает экстренное собрание, которое касается как раз ситуации в Победилово, в том числе и в самом аэропорту. И, наверное, он разберется с тем, как... Но вот не надо забывать, что губернатор у нас не только там человек относительно новый в области, он человек относительно новый в хозяйстве, в губернаторском, понимаешь? То есть надо понимать, что он сколько-то учится. Если у него не очень хорошие помощники, вот это проблема. Я считаю, что это та задача, которую он должен решить, чтобы были люди, которые реально разбираются в этом во всем, потому что он даже из-за этого года не сможет разобраться. Давайте вспомним, там, и Никиту Белых ему понадобилось, там, весь первый срок, чтобы вообще что-то понять. Понимаешь? При этом надо понимать, что вот там, ну, я сейчас не буду говорить о предыдущих губернаторах, но если уж мы говорим, там, у тебя есть какая-то там доля сравнения, они абсолютно адекватные люди, да, и предыдущие, и настоящие, они абсолютно адекватные люди, по ощущениям, вот, ну, я их слушаю, вижу, и я понимаю, что человек хочет, чтобы было хорошо. То есть вот это вот никакое не наносное, это никакое не вранье, он правда по-человечески хочет, чтобы было хорошо. Если ему не хватает там где-то помощи, где-то знаний, где-то опыта, где-то там квалификации, то это работа над созданием соответствующей команды и, наверное, над постановкой задачи этой команды, да, то есть вот это вот его... Ну, а сейчас будут происходить такие вещи, когда там первое лицо области, может быть, не в курсе, что там творится в одном из подразделений, которое при том, что, может быть, и не самое стратегически важное с точки зрения финансового, хотя оно, ну, я считаю, что любое инфраструктурное подразделение стратегически важное во все отношения. Вообще для области. Вообще для всего. Я тебе хочу сказать, что, ну, помимо того, что это там инвестиционная составляющая нашего региона, да, ну, ребят, ну, инвесторы вот поездом не поедут, они вам эти деньги не повезут. Ну, вот если есть возможность прилететь в область и посмотреть что-то своими глазами, там даже у представителей, даже пусть не у каких-то там олигарх, миллиардеров, да, ну, просто понять, что здесь происходит. Ну, люди уже ценят давно свое время. Это то же самое, что сидеть и там нанять барышню, которая будет соединять тебя со Смольным по проводному телефону. Понимаешь, вот, ну, это то же самое сейчас ехать на поезде, ехать электричками, ехать машинами там, где можно долететь. Ну, это нонсенс, это реально просто некрасиво. Вот, я считаю, что область имиджевого очень серьезно пострадает, если мы перестанем летать. То есть понятно, что те, кому нужно долететь, они долетят там, ну, условно говоря, саратовскими авиалиями. Кстати сказать, опять же здесь к вопросу, может быть, здесь и не пострадает область в этом смысле, потому что, я еще раз говорю, рейсы заточены под москвичей. У нас, да, если мы говорим о инвестиционной привлекательности, то есть на самом деле, наверное, те, кто из других регионов, они как раз имеют возможность полететь в Киров и даже удобно как-то улететь. Ну вот, у нас как раз здесь такая социальная проблема возникает, то есть не смогут летать те, кто до сих пор мог себе это позволить, я еще раз говорю, молодые люди, для которых вообще счастье куда-то вылететь. Ну, у людей же должна картинка мира как-то расширяться, да? Конечно. То есть если там прошлое-позапрошлое поколение сидело дома и выезжало в отпуск раз в год, то сегодняшние люди могут поехать там на концерт в Москву слетать, понимаешь? Ну вот, почему нет-то? Я не знаю, я думаю, что что-то придумает Купернатор. У меня такое чувство, что сегодняшнее обозванное экстренном заседание, но оно должно что-то дать. Ну, здесь прежде всего пострадают жители интересов области. Пардон, интересы жителей области. Да, я согласна с тобой, я тебе говорю, что это, конечно, социальная проблема. Потому что я когда вижу комментарии от правительства о том, что мы считаем, что должна быть конкуренция в аэропорту, нет, ну, елки-палки она, конечно, должна быть, но не за наш счет, не за мой счет. Почему за мой? Я точно знаю, что там за 5 тысяч в один конец я точно не полечу. За 3,5 тысячи полечу, но, наверное, не так часто, как раньше. Сегодня еще можно, по крайней мере, скомбинировать с рейсом Победы людям, да, вот какие-то там реальные цифры. Ну, дальше у нас альтернативы не будет. Я еще раз говорю, без конкуренции с Победой у авиакомпании нет никакого стимула снижать цены. У них даже нет никакого стимула продавать промо-билеты. Они будут это делать, потому что у них все равно не будет там полной загрузки, а полной загрузки у них не будет не потому что цены, а потому что у них расписание неудобное. И если нам сегодня будут говорить, что мы его поменяем, то вот я не думаю, что это как-то решит сильно проблему. А, кстати, скажут, самолеты сильно меньше у Руслайна и у саратовских авиалиний, если ты в курсе. Ну, вот я летала Руслайном всего один раз на самом деле в новогодние праздники, как раз потому что не было рейсов Победы, там у них был какой-то перерыв, да, самолеты меньше. Ну, любая авиакомпания, наличие любой авиакомпании, ну, это, конечно же, хорошо, да, но мы понимаем, что в таких объемах, да, без Победы мы уже не перелетим никуда. Конечно. Вот я сейчас предлагаю уйти на перерыв. Я напомню, что это особое мнение Елены Шмулевич. Буквально на две минуты уйдем и очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Я напомню, что это особое мнение Елены Шмулевич, главного редактора информационно-аналитических программ телеканала «Рэнкиров». За эфиром мы также продолжали дискуссию. Ну и вот к вопросу, да, социально значимых мероприятий и вещей, которые должен поддерживать бизнес. В конце декабря мы все помним, как губернатор собрал у себя самых крупных предпринимателей Кировской области, чтобы спасти команду Родина, где всем предложили скинуться по полмиллиона рублей, и, ну, по большому счету, отказы не принимались. Почему бы нам также не скинуться, например, на существование аэропорта? Потому что аэропорт и так существует. Это раз. На победу. Потому что победа – это бизнес, причем бизнес очень прибыльный. На сегодняшний день я тебе хочу сказать, что победа там в каком-то топе, может быть, трех компаний, наиболее бурно развивающихся, у которых выросла капитализация, у которых выросла прибыль. Я помню, что по предыдущему году, по итогам, вот не 16-го, а 15-го, победа окупилась с какой-то грандиозной скоростью, рекордной, чего никто не ожидал у них, был график окупаемости назначен на 18-й год, насколько я помню. Тем не менее, они уже там в первый год сделали такую прибыль, что это очень рентабельный бизнес на самом деле. Поэтому, наверное, другой бизнес, который менее рентабельный, не должен помогать этому бизнесу. Другой вопрос, что я с тобой согласна, что оценка социальных проблем в правительстве, может быть, должна быть какой-то немножко, приоритеты должны быть немного по-другому расставлены. Ну вот мне так кажется, да. То есть, если мы говорим о том, что, например, раз уж ты начала там про Родину, да, я не знаю, сколько человек смотрит матчи Родины, я уверена, что это настоящие фанаты спорта, и что им это все очень нужно и нравится. Ты понимаешь, я не знаю, как на этом сказываются вот эти идеи, почему их нужно содержать за общий какой-то народный счет. Но вот скамейку сделать, на которой может посидеть любая бабушка, на мой взгляд, более достойно и социально значимо, чем поддержать хоккейную команду, за которую болеют какое-то определенное количество людей. Но вот они болеют, они сбрасываются на любимую команду билетами, там какой-то поддержкой и так далее, да. Они сколько-то могут попросить, наверное, у правительства, потому что это спорт и это тоже социально важное направление, да. Но мы должны понимать, что это не область фанатеет от Родины. Ну вот нет. Не массово. Вот да, вот не надо думать, что это прямо нужно всем. Вот у раппорта, вообще транспортные развязки, вообще дороги. Нужны всем. Лена мне сейчас подмигивает. Да, они нужны всем. Ну вот Родина, ну кому-то она нужна, безусловно. Но нужны приоритеты расставлять, мне кажется, как-то более справедливо, неправильное слово, более взвешено. Как ты думаешь, чем закончится эта история с Победой? Я очень надеюсь, что она закончится хорошо. Я думаю, что стороны, я надеюсь, я не могу думать, потому что я пока не знаю, в какой стадии переговора. Я очень надеюсь, что стороны найдут компромисс. Потому что, я еще раз повторяю, правда есть у всех. Условно говоря, там правительство области аэропорта победило, в виде прибыли Победы считает, что ничего страшного не произойдет, если Победа будет платить там несколько больше, чем она платила. Я даже допускаю, что это просто торг. Ну то есть, условно говоря, мы вам не дадим скидку 80%, а вы нам не дадите тогда, мы уйдем там. В итоге условно договорятся на скидке в 40% или в 50%, например. И в связи с этим билеты для кировчан подорожают, но не смертельно. Ну вот может быть как-то так. Это не то, чтобы мое какое-то, да, провидится такая, это не то, что мое какое-то предвидение. Я на это рассчитываю, мне кажется, что это разумный компромисс, который, по идее, должен быть интересен обеим сторонам. А ваша телекомпания снимает сегодня это совещание по поводу Победы или оно закрытое? Да, конечно. Нет, оно открытое. Открытое? На него есть приглашение. Там это не единственный вопрос, на самом деле. Я знаю, что там есть какие-то вопросы медицины. Мусор, наверное, еще. Мусор, я думаю, что уже обсуждать, наверное, больше не будут. Ну вот, да, вот истории все эти. Вот про это каким-то волевым решением что-то делается, да, когда оно произошло. Вообще, на самом деле, вот мы приучаем к этому и предпринимателей, да, что для того, чтобы привлечь внимание, нужно сделать вот такое из ряда вон, чтобы все забегали, испугались, да, отменить рейсы ни с того, ни с сего. Перестать новой детьми. Я могу сказать, что у меня есть люди, которые улетают из, ну, теперь уже я не знаю, улетают или нет. Я просто помогала купить билет в феврале. Да, Господи, у меня билеты на Победы на 4 февраля. Абсолютно, у всех есть. Тоже. Да, вот, на 2 февраля я покупала. То есть у всех есть билеты на 2 февраля, вот эти все люди никуда не улетят. Вот, например, вдруг соберутся в аэропорт. И перекроют взлет на посадочную полосу. Я боюсь, что там некому ее перекрывать. Проблема в том, что никто никуда не летит. Вот, к сожалению. Ну, и да, еще раз скажу, что я надеюсь, что эту проблему решат. Я не думаю, что она какая-то нерешаемая. Мы просто не приступали. Ну, вот придумают, наверное, что-нибудь. Главное, чтобы они поняли, что это надо решать. Что не только Родину нам хочется смотреть, но еще и летать нам хочется смотреть кое-что помимо Кировской Родины. Ну, вот, за пределами Кировской области. А скажи, пожалуйста, Лен, была ли ты на встрече с Владимиром Васильевичем Быковым в прошлую пятницу? Нет, я не была. У него была встреча с главными редакторами СМИ. Нет, я не была в числе этих главных редакторов. Недостаточно главный, недостаточно редактор, но я не была поищена встречи. Нет, нет, не знаю. А ты была? Ну, я тоже не главный редактор. Нет, меня не было. А следишь ли ты за тем, как меняется Владимир Васильевич в новой должности и меняется ли он? Нет, я не видела Владимира Васильевича, мне кажется, уже примерно месяц. Я не встречалась ни на каких мероприятиях. Я не вижу никаких изменений. Меня столько близки, чтобы я мониторила его, так сказать, самочувствие. Он до сих пор руководит городом? Я не знаю, надо его спросить. Но у нас не очень там в городе как-то ситуация какая-то... Я не вижу там концентрации власти вообще какой-то внутренней, если так честно сказать. Концентрации власти, не видишь, ты имеешь в виду, что... Я вижу лидеров, которые... Нет вот этого человека, да? Да, которые вот-вот все с оглядкой бы там что-то спрашивают. А вот как скажет вот такой-то там Петр Иванович, например, Владимир Васильевич или там... А вот нет, это вот туда. Ну, то есть вот такого нет, как в какой-то концентре локации, скажем так, да? Скажет, отвечает какой-то участок работы, то есть это неплохо, нехорошо. И поэтому я не знаю, кто руководит городом. Мне кажется, что на сегодняшний день достаточно деятельное участие в жизни города принимает областная власть. Да, мы это видим. Это и вмешательство в мусорный конфликт, это и вмешательство в состояние дорог и улиц, ну и так далее. А вот по этому поводу еще хотела тебя спросить. Во время губернаторства Белых я очень хорошо помню, что он максимально дистанцировался от города и от городских проблем. И там практически на любой вопрос, который ты пытался задать про город, он говорил, что у нас муниципальные власти от областных не зависят, что они обособлены, ну и что это как бы все не к нам. А здесь вот сейчас мы видим, что Васильев активно вмешивается в городские дела и местами в материалах СМИ я вижу, что он там кому-то что-то в городе поручил. И я так читаю, думаю, ой, а как может губернатор кому-то что-то в городе поручить? Ну, то есть срабатывает уже, да? Да, да, да. И, Оль, я поняла. А ты хочешь узнать, хорошо это или плохо? Это надо вот, да? Вот в таком клипе. Я тебе хочу сказать, что вот ты просто начала рассказывать про то, как это Никита Белых, я прям вспомнила, как он говорил, что это, значит, компетенция городской власти. Вот прямо формулировка у него это была, да. И мы сюда вмешиваемся. Меня это бесило дико. Вот не передать, как меня это бесило, понимаешь? Это все равно, что президенту зададут вопрос про то, что там померз целый город где-нибудь, а он скажет, а это компетенция там муниципальной власти. Понимаешь? Если все хорошо, то да, текучка и текущая работа, которая пристекает, вот каждый день что-то нужно делать, она в компетенции муниципальных властей. Если происходят какие-то из ряда вон выходящие вещи, или если мы видим, что там проблема, то, разумеется, нужно вмешательство верхней власти, если без него никак. Так, Юля, у нас первый год чистят дороги. Я тебе клянусь, я за 10 или 15 лет первый раз вижу, как ежедневно, вот последние несколько дней, после того, как Васильев заявил, что он едет с рейдом проверять, как там почищены улицы, слава тебе Господи, что он это заявил, понимаешь? Ну, печально, что это само не происходит. Это другой вопрос. Я не знаю, почему это само не происходит. То есть это обязательство там муниципальных коммунальных служб чистить город. Почему-то они это делают только там, либо когда губернатор их напугал, либо когда к нам едет президент или кто-то из чиновников, ну и так далее, да? Печально, но уже хорошо, что это хотя бы происходит пусть в таком режиме. Вот я с субботы вижу, как по всем улицам вывозится снег, не просто чистится улица, в полном восторге. Езжу, открыв рот и радуюсь, понимаешь? Ну вот, я не знаю, можно оценивать сколько угодно, там вмешательство, не вмешательство. Я считаю, что если человек считает возможным помочь, то он должен мешаться. Это то же самое, Юля, что ты идешь по улице, и там, значит, один мальчик к другому или там девочке морду бьет. Ну, это не твоя компетенция, это не твои дети вообще. Их кто-то воспитывает, у них есть школа и так далее. Ты можешь вмешаться, можешь не вмешаться. Вот, собственно говоря, в разборку этих малышей. Да, там один из которых с раскровавленным носом стоит. Ну, это дело твое, вот, на самом деле. Поэтому я считаю, что это вмешательство крайне полезно всем. Всем. Другой вопрос, что как-то бы придумать, чтобы это происходило и без вмешательства. Как, я не знаю. Лен, вот знаешь, чего я не понимаю? Что принципиально поменялось в конфигурации власти? Почему один губернатор говорил, не-не-не, ребята, это тут вот муниципальные власти, они там сами. А второй губернатор начал вмешиваться, что там Васильев с кем он? С олигархами договорился или он Быкова к себе забрал? А вот я не думаю, что это вопрос политики. Вот, Юль, вот если бы я была просто, там, на секундочку, стала на денек губернатором, не дай бог, да, например, то я бы просто, например, вот как человек, не сильно там пока еще встроенный в какую-то политику, в какие-то внутренние разборки, я бы для себя, например, посмотрела, из чего состоит область. Область состоит из областного центра, которым сосредоточено там порядка, боюсь соврать, но давай будем честными, уж точно больше 50% населения, ну и всем остальным там, всякими разными отдаленными районами. Ну вот, все, логика очень простая. Вот здесь должен быть порядок для начала, потом пойдем, может быть, вглубь. Я бы вот не стала искать здесь какие-то потаенные мотивы такие вот, какие-то... Ну, то есть ты не считаешь, что дело в том, что там Белых не мог договориться с местной политической и бизнес-элитой, и поэтому у него были проблемы с городом, а Васильев пришел и там со всеми договорился, Быкова забрал к себе и теперь командует и городом в том числе. Ой, я не знаю, местная так называемая политическая элита, с позволения сказать даже, вот не знаю, как это, Она на самом деле очень такая, ну, на мой взгляд, белая и пушистая, и она со всеми готова договариваться. С ней договориться, может, любой было бы желание. Если Никита Белых с ним почему-то не договорился, значит, он почему-то не считал нужным. Ну вот, это я сейчас не знаю, это вот обсуждать как-то немножко. Не считал нужным, или считал, что он так договорился, как ему удобно. Я не знаю. Вот, Васильев, на мой взгляд, не особо ни с кем не договаривается, у него ровные, как я вижу, там, вполне себе пристойные отношения. И вот к городу эти договоренности, ну, отношения, я думаю, что не имеют, потому что происходит попытка навести порядок какой-то в городе. Другой вопрос, что за этим возникает там куча проблем. Не за наведением порядка, а вот, собственно, за всем остальным хозяйством, если там копнуть. Вопрос-то есть, как всегда, упирается в деньги. Если почему-то кто-то не вывез мусор, значит, ему кто-то за это не заплатил. Понимаешь? И на сегодняшний день ничего не произойдет от того, что вернули на место контейнера. Денег там, как я понимаю, не появилось. Ну, бизнес не работает без денег, это частные предприятия там. Точно так же, как на сегодня, там, дорожники ремонтируют дороги или там их обслуживают, а им не платят. Ну, тоже почему, объясните, где деньги, ЗИН, да? А бюджет у нас, между тем, бездефицитный. И понятно, что он не рассчитан ни на какие вообще расчеты платежи. Там есть первостепенные задачи типа зарплаты учителям и врачам. И, собственно, и все. Боюсь. Поэтому, ну, вот, если не придумают, откуда взять деньги на, собственно говоря, этот порядок, то можно сколько угодно в ручном режиме эти вещи делать, а надолго их не хватит. И вот на этой не очень веселой ноте нам, к сожалению, нужно закончить. У нас вышло время. Я напомню, что это было особое мнение Елены Шмулевич, главного редактора информационно-аналитических программ телеканала «Рэнкиров». Лена, я благодарю тебя за эфир. Спасибо большое. Эфир для вас вела Юлия Афанасьева. До свидания. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...